Всем привет! С вами Итальяночка! Добро пожаловать на мой канал! Следуйте за мной, я покажу вам масло и расскажу, как слово масло переводится на итальянский язык. Итак, я добралась до кухни, а теперь переходим к маслу. У нас в русском языке есть слово масло. Если мы хотим уточнить, сливочное это масло или подсолнечное, мы, соответственно, добавляем прилагательное. Сливочное масло, подсолнечное масло. А у итальянцев слово масло переводится двумя разными способами. Да ты что? Сливочное масло называется бурро. Вот, например, такое от Гальбани, Санта-Лучье, бурро классико. 250 грамм. Если речь идет об оливковом или подсолнечном масле, то мы тогда не используем слово бурро, а используем слово ольо. Например, ольо д'олива, оливковое масло. Вот у меня бутылочка есть масло Монини, оливковое масло. Подсолнечное масло, ольо д'сэми ди джиросоли. А еще у меня есть арахисовое масло, ольо д'сэми ди аракиды. Оно, кстати, дороже, чем подсолнечное, стоит здесь. Я даже этикеточку себе оставила. 3 евро 35 центов. 3 евро 35 центов. Давайте еще разочек посмотрим на масло. Это у нас бурро, сливочное масло. А это уже ольо, ольо д'олива, оливковое масло. Ольо д'сэми ди джиросоли, это подсолнечное масло. И арахисовое масло, ольо д'сэми ди аракиды. Очень часто, когда у нас не получается что-то отмыть, мы начинаем что делать? Искать советы в интернете. И если вы будете искать советы в итальянском интернете, то есть у итальянцев, то они вам могут сказать следующее. Например, чтобы отмыть плитку или печку, необходимо это, это, это и ольо д'и гомито. Вы переводите масло из локтя. И начинаете искать это масло в магазинах. Но вы его не найдете. Потому что ольо д'и гомито означает, что вам придется просто драить очень усиленно какую-либо поверхность. То есть это не какой-то вид масла. Не ищите его в магазинах, его нет. Но он и систое, оно не существует. Запаситесь терпением и все у вас тогда отмоется. А гигиеническая помада по-итальянски будет Burro di Cacao или Burro Cacao. Второй вариант, кстати, можно услышать чаще. Со словом масло в итальянском языке тоже есть несколько устойчивых выражений. Например, Все идет как по маслу. Ну а если итальянец что-то ест и это что-то ему очень-очень понравилось, он может сказать, что Это прям тает во рту. Что-то прям, оно очень вкусненькое. А что это я сегодня про масло-то заговорила? А все потому, что у моей любимой группы, правда не итальянской, а корейской, BTS вышло новое видео. Песенка Баттер. А на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, слушайте только хорошую музыку. Смотрите мои видео и Апресто. До скорого. Ваша итальяночка. Субтитры сделал DimaTorzok